добрый день сегодня видео посвящено симбиозу автомагнитолы и ардуино в данном случае нано хотя контроллер может быть любой и так значит что здесь нового в отличие от предыдущего примера с используем киви приставки качестве основного устройства ну а вверх само устройство более универсально в том смысле что есть сенсорный экран и цена в общем то они примерно равна иначе или даже немножко меньше в зависимости от размера экрана чем тиви бокс значит что здесь какая идея заложено в этом в этом симбиозе контроллер микроконтроллер в данном случае выступает как виде порта ввода со всеми своими пинами логика работы реализуется средствами каскады каскаде есть язык фдб где мы можем рисовать электрические схемы реализовывать всевозможную логику помимо прочего и вот с этой логикой по этой логике мы будем управлять входами выходами пинов в сам же микроконтроллер загружается специальный скетч дальше я покажу эту схему перейдем к проекту на сделанное залитого в этот микроконтроллер значит смысл будет расскажу также позже этого скетча а сейчас пока общее представление сейчас стоит программка в проекте каскаде которая сейчас я перейду которая на отдельном экране предлагается делать сейчас я вот перейду на экран отдельный у меня сделал на сотом экране где стоит компонент список вот он написан порт и о порт ввода вывода и теперь чтобы какой-то выход микроконтроллера назначить на работу в режиме выхода появляется табличка вот у меня сейчас стоит порт ввода вывода неплохо фокусируется 13 то есть это по порядку 11 бит с 0 по 11 но здесь комментарий стоит вот d13 то есть d13 это светодиод то есть мы включили светодиод на выход а все остальное на вход и теперь то есть на этот экран как сказать который это фактически это конфигуратор входов-выходов arduino nano в данном случае то есть установив какой-то убит например d6 вот мы выбрали еще дополнительно тем самым мы включаем его на выход если мы выключили или в следующий нажали вот сейчас остается только один выход все остальные пины работают на входа то есть это своеобразный конфигуратор нашего порта ввода вывода можно повесить пароль на данный экран чтобы никто не мог изменить и для данного проекта он будет неизменным но естественно если проект расширяется вы вначале все ставите на вход а затем дополнительно добавляете какие-то выводы управления то вы их прописываете вот в этом списке и таким образом расширяете количество выходов в проекте используемых сейчас у меня используется один выход по порядку это 0 11 бит d13 вот таким вот образом мы конфигурируем наш микроконтроллер на вход или выход и затем переходим на главный экран где реализована логика давайте сейчас я нарисую а вернее продемонстрирую сейчас мы видим отображается мигает на светодиодик и на выходе который подключен к пину 13 или индикатор еще отображается в проекте фл прок и теперь это у нас сделан так выключатель который выключает генератор вот мы выключили пин выход остался в режиме вывода работать но генератор не работает поэтому мы не видимой смены значения данного пина эта лампочка подключена к входу определенному данным случаем d3 то есть если я сейчас его отключу перемычкой при не как посажу его на 0 с 5 вольт когда он на воздухе он мигает естественно значение неоднозначно если сейчас его подключу неудобно одной рукой на ноль то он перестает мигать и перестанет гореть то сейчас в данном случае мы опрашиваем все входа но работаем только с одним пином d3 и выходом d13 это демонстрационный пример что так можно использовать все входы все выходы как сделана логика давайте остановим проект мы видим что имеется blink генератор который включается от переключателя и все это улетает привязано к системному регистру 11 11 почему 11 что у нас 11 бит для передатчика используется это что соответствует d13 мы это видели в компонент списка и затем стоит шлюз который из 11 регистра все что у нем есть отправляет в первый регистр микроконтроллера подробнее покажу на потом на схеме также аналогично стоит 2 шлюз который читает из 2 регистра кладет значение в 13 регистр это входные данные со всех входов одновременно и вот лампочка привязана опять же к первому биту 0 обит от 2 пин 1 бит это 13 это это третий пин именно третьим пином вот здесь перемыкаем и наблюдаем его состояние то есть данный модуль настроен фактически на один выход и там 15 входов но используется в проекте только один выход и один вход и вот по такому принципу использую все многообразие компонентов сейчас секундочку покажу на кто же был знаком вот на все компоненты имеется это битовые переменные и даже переменные flow от переменные дальше адресные переменные и всевозможные триггера счетчики генераторы и мультиплексоры макрос и массивы конвертеры и схемы арифметические схемы и твой вернее схемы работ для работы с булевыми переменными с интенжерами и с флуатами и также схемы сравнения но более подробно здесь не буду останавливаться на возможностях создавание какое создание какой-то логики все это есть многочисленных видео есть просто пока хотел бы оторвать подход то есть как можно как android приставки данном случае автомагнитоле добавить пины управления и дальше ими управлять через какие-то реле или входа желательно с гальмонической развязки управлять алгоритм который заложен будет сама этом android устройстве то есть алгоритм реализуется в android устройстве а это лишь как порт ввода вывода давайте запустим приложение проект так включен генератор у нас он за работу и теперь давайте перейдем на компьютер покажу как там это сделано итак на компьютере значит мы работаем по уарту установил максимально возможным скорость до 15 200 при работе с ардуинкой такую же скорость естественно стоит самой каскаде все должны быть одинаково и вот теперь имеется блок пользователя int out 16 называется то есть это блок который можно коммутировать переключать 16 входов-выходов вот первый верхний ptv2 это регистр назовем его управления это то что идет с компонента список единичка в каком-то бите передается значение в формате интеджер то есть одним один раз можно добавить и даже нужно поставить между этим входом и самим самой самим регистр сохранение в энергонезависимую память и чтение из нее чтобы при выключении и отключение даже со самой киви приставки ну что в данном случае принципе не актуально потому что в данном случае сама ардуино запитывается от приставки поэтому как бы на всякий случай лучше сделать энергии независим даже на тот случай когда у вас выключилось питание значение изменяться изменится зачем вам каждый раз устанавливать конфигурировать модуль вода вывода поэтому здесь я сказал бы обязательно нужно сохранять память в памяти ардуинки биты управления то есть если мы передаем если мы хотим для примера значит если мы хотим значит у нас допустим биты 0123 и мы хотим по счету по порядковому номеру допустим третий пин включить на выход соответственно третий пин третий пин это будет сейчас скажу это это будет 4 4 то есть если мы запишем 4 но здесь можно даже этим не заморачиваться потому что список он сам компонент он сам все это делает список в один регистр записывает в единичку в нужный бит и вот этот этот бит и поступает не видит целочисленного значения и может быть там два бита в единицы хоть все 15 можно настроить на выход я думаю так проще будет объяснить то есть вход GTV2 это регистр управления который настраивает 0 на вход яичку на выход данный пин дальше имеются выходы то есть опять же переменные это тот регистр который по существу будет эти значения передаваться на выход ардуинки ну если мы хотим допустим менять нулевой бит то есть это соответствует второму пину на ардуинке то мы подаем нолик либо денечку будет значение вот это целочисленное ну как она формируется я показал схеме самой каскады то есть там ничего мудрить не нужно подключаете нужные кнопки там или схемы управления к регистру к системному к нужному биту а затем все это слово отправляете на вот на холдинг регистр выходы и все остальное сам блок все там внутри сделает посмотрит значение посмотрит какой номер бита и туда все соответственным образом будет управлять и аналогично имеется это входа то есть все что мы назначили входами монологично в регистр и дальше их читаем так работает данный блок звезден а а а а а а а а а